что готовы да все давайте начинать доброе утро дорогие друзья с вами и бэм еще больше минералов на канале дтфру павел пиловаров захар бочаров и павел болотский вы наши зрители 16 16 если вы не знали сидите если вы не знали когда вы нас смотрите вы становитесь нашими зрителями 16 ноября на дворе мы быстро чё пацаны и бм пацаны и бм да да мы быстро пробежимся по новостям из бегущей строки масштабная модификация для фоллаут нью-вегас под названием new калифорния получила примерную дату релиза в виде начала 2018 года бог судья марвел прекращается турничество с газелиан энтертеймент и закрывает marvel heroes если что играл что это что это такое довольно было довольно это было довольно это было довольно популярно довольно популярно сериал по властелину колец станет самым дорогим в истории т.в. это мне нравится парамонт сони и ворнер сражаются за права на следующий фильм тарантино на мечах вот это прям о парамонт сони такие этот с нунчаками там на ищут все вот оба так за фильмы тарантино сражаются люди гнойный начал исполнять на своих концертах хиты филиппа я туда добавил новости сама прибежала и мне палец видос в инстаграме кажется выглядит настолько отвратительно что я просто я вообще я хрен его знаю это просто гарик простой скидывает 101 рубль и говорит хотел написать хорошую шутку но не придумал захар ты когда-нибудь придешь в пиджачке или ты их жжёг уже на свадьбу наверно приду в пиджачке думаю да думали у нас будет свадьба на ебэм что почему на ебэм у меня у меня может быть и вне ебэм свадьба любовь любовь отправляет 100 рублей и говорит паша классно играешь делюсь отпускными это было 17 часов назад но возможно она он она еще нас смотрит поэтому спасибо дорогой зритель сила значит она да спасибо спасибо тебе за 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 денежки сила ненависть могила все время в моих кофтах приходят ну конечно как же иначе все же общее все вокруг колхозное все вокруг моем у нас конкурс идет на сайте он называется из игры в кино совместно с лжи разыграем еще один монитор монитор модели еще один еще один на самом деле это ультравайт курфт вот это вот все монитор то он точно курфт возможно я сейчас скажу модель мне кажется мне кажется что это не курфт окраски тот на который я делал обзор может быть g34 юси семьдесят девять в любом случае двадцать один на девять формат у нас уже был конкурс когда вы переносили игровые скриншоты в наоборот киношные скриншоты в игровой формат а теперь правило как бы они кардинально полярно изменились теперь надо взять кадры с фильмами обратить его в скриншот из игры переселив туда персажили какой-то важный предмет вам нужно выбрать кино или сериал по своему вкусу добавить да давайте дабы добыть дабать из него как бы это король хватило лет меня этими картинка должен быть формате 21 на 9 не не батя кадр добавляйте туда персонажи или какой-нибудь важный предмет из игры которому там самое место или не очень главное что получилось со стройной публикуете социальную сеть такие как если вы не знали социальные сети это вконтакте популярные фейсбук twitter с хэштегом lg нижнее подчеркивание дтф одноклассники одноклассники мне кажется в этот комплект не входят я не думаю что там будут искать но я точно не скажу это грустенько победитель получит крутой изогнутый монитор я провел джи 3 1 миллисекунда 144 в общем это стоит 79g это хороший монитор соотношением сторон 21 на 9 конкурс идет до 28 ноября включительно затем все редакции будем вынимать господи вынимать ну да вынимать из лпы победителя скажем так вот что что у него у него все все действительно круто как пашкулит время отклика 1 1 миллисекунда изогнутый экран с диагональю в 34 дюйма разрешение две две тысячи пятьсот шестьдесят на тысяча восемьдесят пикселей а также технология amd фрисинг которая делает изображение более четким и ярким соотношение сторон киношные 21 на 9 не умею я рисовать дайте конкурс на разработку платформеров ты разрабатываешь платформеры и не умеешь рисовать работа платформер где где ты типа рисуешь как это где ты ты где ты типа грибок у тебя есть сто процентов друг простите ради бога друг который умеет рисовать иди и скажи ему типа вот чувак рисуем играть возьми револьвера не знают как они договорятся как они договорятся говори с другом напомнил что там обвел подставил типа вконтакт фейсбук twitter это берете фотошоп там берете моим магическое лассо раз в оранжевое это магическое вот вот так вот обводите что хотите вставить на другую картинку вставляете и пообам выкладывать социальную сеть типа ну за меня это делает комп говорит эдгар эдгар пью ну все ну значит ты с компом дружище если комп за тебя это делает пускай помпом дружище если комп такой что это широкий монитор пусть парком будь любезен и переходим на самом деле тебе не надо рисовать тебе надо уметь фотошопить для того чтобы это объяснить ну то есть да извини я прослушиваю не зря пишут в чате что у тебя пинг сегодня высокий да да ты прям сервер call of duty в 2 часа ночи бывает и такое так вот переходим к интереснейшему на сайте первая интересная статья про шифры и намеки в assassin's creed origin да игроки нашли в игре скрытые детали которые проливают свет на возможное дальнейшее развитие сюжета серии бурджи и смотри там нарисован нарисован древней на картинке надеюсь паша показывает рисована древнеегипетская сущность у нее в свечении лутбоксы летают сущность они как бы еще это лут пирамиды да они еще лутбоксово от разных форм они еще до 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 нашей эры знали что все обернется таким образом лутбоксами в оригинс даже после прохождения основного сюжета осталось много скрытых деталей и тальных посланий в серии assassin's creed ранее уже встречались на америке на будущей игры серии например после финала первой части альтай увидел карту частица демо который в будущем мы могли увидеть других сериях в assassin's creed 2 и brotherhood была истина серия мини головоломок в которых игрок раскрывал тайны вселенной игры начиная от убийства джона кеннеди заканчивая побегом адам и евы ролик был доступен после завершения всех головоломок в assassin's creed 2 самый жирный и клифф кенгер в сюжете assassin's creed со второй части ничего сильнее вот это вот видео как адам и евы бегут из рая который это город первой цивилизации был очень сильный момент когда юнити оказался говном вот это вот было в неой бы это было очень вне играл в юнити это был такой такой поворот я играл в юнити отстань отличная игра юнити отлично игра я не знаю как можно сказать что юнити отстой когда ты выходишь на улицу там реально революция как ты можешь сказать что юнити отстой когда там нарратива нет в этой видео игре как нарратива нет там неинтересный сюжет и неинтересные персонажи личная история они все слили арно и девушки там про арно говно в исчезновении да винчи дополнение к assassin's creed brotherhood разработчики показали координаты главного храма первой цивилизации примерно за два года до релиза assassin's creed 3 когда команда ассасинов и посетила главный храм и команда ассасин про если вы хотите посмотреть что же мы узнали или узнаем или вы узнаете после с из нас creed истоки то вам надо пойти в эту статью шифры и намеки в известен с creed origin и и почитать самом деле там есть сообщение новых от предтеч собственно те кто играет вас ассасин скрет они просто стрелть его по утрам они знают что есть эти сосиски есть раз за предтечь которая появляется перед игром персонажем общается с персонажем который лежит в анимусе. И в общем и целом было понятно, что это люди хер на блюде. Что это люди, которые ну, это боги. Это не люди, это инопланетная цивилизация. Не факт, что инопланетная, но они больше понимают в плане времени, пространства, изменения вот всех вот этих вот вещей и так далее и тому подобное. Я думаю, вот эта Юнона такая, типа, эй, Дезмонд. И я такой, ты с кем говоришь? А она такая Дезмонд. Я такой, ооо, че? Оно меня видит! В конце Revelations был классный реверанс, когда с тобой начал говорить Этсо. То есть он как предтеч такой повернулся, типа, аля в экран и говорит на серии. А это у меня есть вопросы. Вот. Ну, то есть, ну, он стал настолько мудрым и настолько понял вообще всю херню, что смог общаться типа с тобой напрямую. Ну, не суть. Снова появляются эти предтечи, и они пытаются выйти на контакт с Лайлой, которая является или Лейла, как она правила? Лейла, простите. С Лейлой, которая является новым... Лейла это песня группы А, да. Да, в том числе. А, нет, это Фаина была. А, Лейла у кого была. Которая является новым персонажем современности, лежит в анимусе и играя. И, соответственно, через нее мы играем за Баека. Баек из Сивы. Баек, бабаек. Делай красиво. Вот. И, соответственно, она, очевидно, нужна предтечем, потому что она хороший программист. И потому что она может... Что смешного? Нам нужен хороший программист. Окей, поищем его через три тысячи лета. Что смешного? Что смешного? Ну, типа, знаешь, и она такая, Притечи хотят со мной связаться. Что вы хотите искать мне, Притечи? Такой, слушай, есть маза, классно зарабатывает. Смотри, короче, вкладываешься в Форекс, быстро, безопасно. Это древнее сообщение от Притечи, там, Азино, Тритапарай. Им нужен хороший программист для того, чтобы изменить пространство и время, условно. Человек, который может в этом шарить, и который может понять их знания. Очевидно, для этого они пытаются связаться с Лейлой. На самом деле сообщений шесть. Вы можете прочитать в статье более подробная выжимка, в отличие от того, что я сейчас сказал. Плюс еще есть шесть вообще полнейших расшифровок на английском, если я не ошибаюсь, и можно с ними ознакомиться тоже. В конце кажется, что вселенная запрограммирована на Джаве. Да блин, ну нет, ну это же логично, это очень логично. Ну типа, ну правда, зачем им нужен какой-то абстрактный супергерой там или суперкачок, если им нужен программист, им не нужен, им нужен кто-то, кто ходит круто, потому что для них... С опытом работают три тысячи человек. С опытом знанием древнеегипетского языка программирования. Иероглиф, закрывающая скобка. Ребята, кто любит сюжет Ассасин Скрит, зайдите посмотреть. Гиены, блин. Что ты так серьезно? Ну что, это реально, это просто постоянно люди срут на Ассасин Скрит. И говорят, что типа... Не постоянно, я так делаю только с Юнит. Конвейер, хренота и так далее. Дайте слово вставить. Для этого все было хорошо. Слово вставить не могу, дайте слово вставить. Я пять минут говорил. И как бы, да, говорил на фоне смеха. И как бы не было героев современности, который бы толкал глобальный сюжет вперед. Очень долгое время после того, как ушел Патрик Деселе, по сути, из команды разработчиков Ассасин Скрит. Сейчас они возвращаются к этому. Они начнут расстраивать глобальный лор. Глобальный лор, добавок ко всему, еще и намекает на то, когда эта суха закончится все, если вам не нравится Ассасин Скрит. И, соответственно, можно вот увидеть дальше эту арку. Я очень люблю глобальный сюжет. Я не знаю, как может не цеплять, учитывая то, что Ассасин Скрит с нами уже 10 лет. На протяжении 10 лет, почти каждый год, выходит игра, которая по крупице выстраивает эту кирпичную стенку. Если вы любите сюжет какой-то связанный с заговорами, а-ля этими иллюминатами, непонятно, как это называется? Это у этого есть как-то криптоистория? Нет, это, наверное, криптовалюта или что-то типа того. Не тот я подобрал сейчас. Не тот корень. Но, в общем, есть у этого жанра история, скажем так, вариации творческие на тему истории. Альтернативная история. Альтернативная история, допустим, скажем так. Хотя это не то, но в целом будет понятно. И в этом ключе Ассасин Скрит очень клево развивается. Когда Юбисофт решил валить кино, я думал, там будет не про Испанию какую-то там типа 40 минут показывать, а сделать вот эту глобальную ветку через все эпохи, через всех Ассасинов. Это уже очень большая история, которая круто развивается. Есть комиксы, есть книги. Это классная вселенная, в которой очень много деталей. Которую можно было заметить в других играх. В эту игру вот тоже, наконец-то, насыпали 6 сообщений от Притеч. Единственное, что мы можем это обсмеять на утренних новостях. Мне самому очень нравилась всегда линия современности. Потому что это, на самом деле, очень легкий мост для того, чтобы проще ассоциировать себя с героем. Потому что, допустим, есть Принц Персия. И как бы, ну, трудно представить, что ты гребаный Принц Персия. Но представить, что ты какой-то саный бармен из Нью-Йорка, к которому подключили суперкомпьютер, намного проще. Поэтому, в принципе, это для меня... Ну, мне всегда казалось, что вовлечение в серию Assassin's Creed во многом за счет эпизодов современности, оно только усиливается. Да, и они очень сильно забивали на это. Это зря было. Они очень сильно забивали. Ну, потому что послушали геймеров, а геймеры ничего не понимают. Никто не слушал геймеров. Геймеры, наоборот, хотели продолжение истории. Я слушал, да нет, я просто не слушал. О, современный, зачем это там надо? Чё, кто это... Опять эти эпизоды? Опять это Монтори Джонни бегает, типа... Нет. В общем, и это, кстати, по поводу того, что Артаваст говорил про сюжет Assassin's Creed Origins, который, может, сам по себе слабый. Я ещё до конца его не видел. По концовке мне так не показалось, но... Надо понимать, что это тоже кирпичик в стене. Кирпичик вот в глобальной истории Assassin's Creed, в которой уже очень много... Кирпичик. Потом окажется, что всё это время просто... Крипту закладывали, дверь в неё, в этими кирпичиками. И там, эй, ребята, I still here. В общем... В общем, в целом, кому интересно, я советую ознакомиться. И посмотреть этот ролик с Адамом и Евой, её второй части, потому что, на самом деле, это... Он классный. Ещё до сих пор его толком не объяснили. И это прям стопешность толком не объяснили. Ну, не объяснили. Что не объяснили? Ну, не объяснили. Ну, что за первая цивилизация? Что это за Адам и Ева? Откуда у них это яблоко? Почему всё равно... Человеческая цивилизация была... Я хотел бы... Порабущена. Я хотел бы услышать это... И... Они были... Сценаристов Ubisoft. На самом деле, вот этот шестнадцатый, который... Сценаристы Ubisoft... Ты видел, что ещё что-нибудь в Unity пододелали? Забудь про них. Причём в Unity? Unity вообще локальная история. Паш, хватит, не зли реально. Ну, не понимаешь же, о чём говоришь. Не зли. Играл я в Unity. Играл я в Unity. Ну, типа, ну, не прошёл, значит. Там хороший сюжет. И это связка с... Как его? С Роугом ещё, вдобавок ко всему. Который выходил на Xbox 360 из Гои, который Assassin's Creed. И шестнадцатый, помнишь, который был в Revalier? Помню прекрасно, конечно. И это, Адам и Ева, это его дальние родственники. Да об этом говорят, где в Revelations, что ли? Слушай, ну, как он мог ещё по-другому помнить... Это не шестнадцатый, их ты вспомнил в Дезмон. Это открывается в Assassin's Creed 2. Он собирал... Нет, это после Revelations было, или нет? Короче, как-то в лоре Revelations, когда общаешь с шестнадцатым, узнаёшь то, что на самом деле... Да, в Assassin's Creed 2 он же искал воспоминания предыдущего чувака. Они все ищут воспоминания предыдущих чуваков. Нет, 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 предыдущего, которого до него пытали. Дезмон был в семнадцатом, а до него был в шестнадцатом. И он же собирал... Он не искал воспоминания, он остался в анимусе, этот чувак. Он перебрал и остался в анимусе. У него сознание осталось в анимусе. А, и это были воспоминания шестнадцатого, которые потом Акадам и Евы, которые, короче, решили покончить с человеческим рабством и сбежали, украв яблоко Эдема, чтобы сопротивляться предтечам. А потом люди их уничтожили. Пам-пам. Допустим. Я не исключаю, что какие-то детали я мог тоже упустить. Возьмем это за базовую версию, пока не будет версии лучше. Короче, в Assassin's Creed реально клево все. С всякими шифрами и так далее. Я советую вам углубиться в эту историю. Очень странное дело... Очень странные дела. Третий сезон. Об угрозах представителей Electronic Arts. Это просто восхитительная история про то, что в интернете все немного не то, чем кажется. Редактор Катаку Джейсон Шрейер предположил, что сотрудник Electronic Arts, оказавшийся в центре скандала, на самом деле не работает в компании и не имеет права говорить от я лица. Журналист провел собственное расследование. И оказалось, что это так оно и есть. Помнишь, как вчера вот этот вот шмрк-шмр-шмр-шмр-шмр-шмр-шмр-шмр Project Red нам говорил, что не стоит верить всему, что написано в интернете. Да. И это действительно так оно и оказалось. Он имел в виду, наверное, вот этот случай. А на самом деле BigSim 6.6? Большой гляд. Огромный просто грешище. Немного иначе. Грешище. Вот. Он, соответственно, просто взял и, типа, сказал, а остальные начали это ретвитить и лайкать и общаться с ним, особо не проверив информацию, потому что когда из-за лодбоксов разработчику угрожает расправой, мы сразу бежим навстречу и начинаем что-то делать. Пчать спрашивает, задним числом уволили? КСТАТИ! За что уволили? За то, что он сказал, что его 1600 раз обещали побить. Нет, 1600 раз обещали побить. Такой, типа, Джейсон с детом. И, типа, 7 раз обещали убить или 6 раз обещали убить. Но я не думаю, что электроника-карта может за такое уволить. Я бы уволил за такое скорость. Значит, мало лодбоксов добавил, так и запишите. Чё, разнылся-то, а? Нормальных наших разработчиков обещают побить по 5000 раз. Да, убить хотели, меня действовали. У нас 100 тысяч заказов отменили, а этого только 5000 раз обещают побить. Где-то цифры не сходятся, чувак. Вот, и соответственно, соответственно, но, ну, прикольно, здорово, что вот кто-то решил это всё расследовать. Чувак из Катаку действительно написал огромный исчерпывающий материал. Почитайте. Мне очень понравился комментарий по этому поводу фейкового Казахира, аккаунт, который вы нафига знаете, да? Который вы наверняка знаете, сегодня реально очень плохо со словами. Простите ради мука. Простите ради мука. Это немецкий разработчик, его брат, их разлучили в детстве. Какая-то, Хан Замай практически. Вот, и, который написал удивительно, и мне вызывает удивление и гнев, то, что кто-то в интернете может притворяться ненастоящим работником другой фирмы. Да, за что был очень облайкан и обретвичен, но Катаку расследование еще не провело по этому поводу. Всякое бывает забавное чтиво, которое заставит вас улыбнуться. Любительский обзор Wolfenstein 2 The New Colossus. Обзор, где Wolfenstein 2 любили. От Максима Козыря в категории блоги. Вот, это, наверное, этакая напоминалочка о том, что вы можете писать обзоры на наш сайт. Если вот люди сейчас спрашивают, Паш, как попасть в игровую индустрию, ну так берите ее. Знаете, вот чаще всего многие заваливаются на вопросе, а чувак, а что ты умеешь делать? Вот этот вопрос он ставит в ступор. Пишите в блоге, снимайте видосики, ставьте лайки. Я вспомнил, как на Тиш Джорнала была новость какая-то резонансная, которая случилась. Давайте вспомним там, не знаю, какую-нибудь рандомную. Не знаю, жительница Якутской области выхаживает сто котят, свои возможности по ресурсам памяти сегодня. И под заголовок это на Тиш Джорнала было, где тоже есть UGC, и под заголовок был новость сами оформлять, я вам новостняком не нанимался. Это было очень забавно. Надеюсь, вы будете более сознательными, потому что те, кому ставят лайки, они на самом деле выходят на главную, их статьи видят, на них обращают внимание редакция. Это на самом деле лучшее своего рода тестовое задание, скажем так, написать что-то и вот попытаться выбиться в люди. И на самом деле, если правда хотите, пишите, вот и все. Вот, и соответственно, многие меня спрашивают, Паша, как поднять бабла? Азино 3 топора. Нативочка. Нативочка. Да блин, мерзкая, нет, это шутка, это шутка, а не нативочка. Вот и соответственно. Ребята, никогда не играйте в казино, в интернете. Это лохотроничье. Никогда в жизни. Ну вот, да, и мы с этим никак не связаны и никак не пропомедируем. Потому что, нет, ну вот, я понимаю еще какой-нибудь, допустим, какой-нибудь покер, какой-нибудь вот это вот, Blackjack, когда ты видишь карты. Допустим, допустим, но когда эта машина за тебя считает, тебя по-любому, по-любому... А покер, типа, не машина за тебя считает, если ты онлайн играешь в покер? Нет, я говорю, я понимаю, оффлайновый. Оффлайновый покер, но это хотя бы время препровождения своего рода. Да, ну то есть, как бы, и там хотя бы, да, там, если ты играешь не с кеми-то шулерами, то ты хотя бы как-то можешь... Но когда это, но когда это за тебя считает программа, типа, ну, как, как, как? Тебе не победить в этой битве, человек! Кто-то может думать, что это может сработать. Да. Поэтому не ведитесь на это, ради всего святого. Прочтите любительский обзор Эфенштайн 2 за Нью-Колоссов, вдохновитесь и напишите свое. Да. Господи. Основной... У нас, ладно, у нас есть донат на самом деле. Отжидливый из Востока? 100 рублей. У него сейчас уже вечер, наверное. Наверное. 100 рублей отправляет и говорит, доброе утро, парни! Поцелуйчик. Слушай, это что, Арик, что ли? Сегодня четверг, 16 ноября. А это значит, что Новый год уже близко. Ну, а тем, у кого еще нет новогоднего... У кого еще нет новогоднего настроения? Не, у кого нет еще новогоднего настроения, еще пахать и пахать до Нового года. Мне кажется, у меня его уже много лет нет. А тем, у кого... Это другой вопрос уже, я согласен. А тем, у кого еще нет новогоднего настроения, надо просто вдохнуть мандарин. Блин, просто мне можно мандарин? Я не помню. Берешь мандарин, так... Через ноздрю, и все, и умер. Потому что... Сушишь мандаринчик, мелко-мелко растираешь, вот так вот раскладываешь. И через эту трубочку новогоднюю, знаешь, такую цветную. Курс валют на сегодня. Омывайки на рабочке 200 рублей, шаверма 180, пинце 65. Все напутал, все не так, цены другие. Ну, шаверма примерно 100 стоит. Спасибо тебе за топе. Ну, нет, шаверма стоит 120. Эй, это где тут у тебя стоит 120? Да, за углом. Ну, потому что, поэтому вы ей травитесь. Соконишься в сокольниках под весочками, допрочем. Знаешь, хороший. Хороший. Ты никогда и не отравишься, Паша. Игра в шаверму, это лотерея, это лутбок с отравлением. То есть, как бы, ну, и попадается редко, но когда попадается, ты просто... Как игра в имитацию, но игра в отравление. Игра в отравление, да. В нижнем 130, ну, кстати, поехали в нижний. Сколько нам надо съесть шавермы, чтобы билет отбился, вот, на разницу в ценах на шаверму. Пинце 60, кстати, пинце вкусная штука, но, по-моему, пинце в Москве стоит дороже, чем 60. А, Ледушка Владик у них там, и Милкис по 40, им хорошо. В Казани. Захарь в разных городах, разные сцены. Спасибо. Спасибо. Серьезно? В Воронеже 100 приезжайте, нет Блэк Люфт. Я... После того, как они закрыли Лангман-Лангман, типа, это преступление против... Там была скандинавская шавурма. Что такое Лангман-Лангман? Ну, Лангман такой суп. И было такое заведение в северном районе Воронежа. Там была обалденнейшая. Там была индийская шавурма с карри и курицей, имбирем и арахисом. Там была скандинавская шавурма с брусничным джемом и говядиной. Это было просто воу. А потом ресторан Project купил Лангман и закрыл его нахрен. А, он подозрался просто Лангман, а не Лангман-Лангман. надо твое участие за кадром, потому что, наверное... Короче, было просто... Это за нами пришли, из Electronic Arts. Вот. Да, за нами пришли люди из Electronic Arts. Они просят подписать бумаги. Я вспомнил Лангман, и мне стало же грустенько. Короче, ты так сказал северную району Воронежа, что я сразу подумал, что компанией Bethesda надо вместо Тамриэля использовать Воронеж. И как бы знаешь, в этой серии следующая наша часть Eldest Scrolls пройдет в северных районах Воронежа, где снега, вот эти вот заведения с шаурмой ходят злые люди, такие за... Норды, да? Норды, да. В центральном районе у нас Мелия, мы посвятим седьмую часть Eldest Scrolls центру Воронежа, знаешь? Норды играют в нарды, знаешь. Вот, и соответственно, вот Воронеж будет разделен на 5 областей примерно, как минимум на 4, где можно будет принимать участие в эпических... А потом сделают Eldest Scrolls Воронеж онлайн, где вся область будет, и Павловск будет, и Анна, и Бутурлиновка, и все. Это женщина на Е3 из Воронежа на первом ряду, которая орала на позапрошлой Е3, что типа из серии Eldest Scrolls Online вот водопровод надо было к ней подводить, для того, чтобы все нормально было с залом. Короче, да, вот надо, надо, пора. И про Ubisoft Воронеж тоже, конечно, отдельную игру. Спасибо тебе, жители Владивостока, послушай песню Юлии Савичевой «Москва. Владивосток». Мы посвящаем ее тебе, но типа воспроизводить не будем, потому что... я не знаю эту песню. Ну, ты сам понимаешь. Ты что? Мне очень жаль, моя любовь, нет? Нет, я знаю, на небо за звездой высоко, тихий полет, это легко, на небо за звездой. Нет, подожди, ну как, ну блин, как не знать, Москва, Владивосток, он... Лондон, Париж, ты это не путаешь? Лондон, нет, Лондон... В принципе, в принципе... Лондон, Париж, это в свое время, это... Голуби вверх, звуки крыш. Слитый в интернет план развития серии и Ассасин's Creed, понимаешь? Москва в Владивосток и тебя побьет качок, это вот так вот это... Да. Ладно, 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 прохладно. Я спрашиваю, Папа, ты любишь девиц легкого поведения? Нет, это тринадцатый, забей, это 800 вопросов про женские зады, про то, любишь ли ты девиц... Это просто вопрос или предложение? Подожди, это надо уточнить. Не верь. К чему ты ведешь? Если бы тринадцатый снимался в фильме Мемента, у главного героя было бы его фотка, вот аватарка, и Don't Believe His Life, знаешь, вот это вот. В фильме Мементы 2, сериал вот этот по интернету. Алименты. Алименты. Мемента, да. Алименты, вот это вот. Короче, короче, основной блог, Паша, мы должны решительно с тобой шагнуть в бездну. Паша, откуда такие познания про Воронеж, я учился в МГУ на Воронежском факультете. В факультете в Воронеже ведения. Он из Воронежа, господи. Нет, я учился в факультете в Воронеже ведения. Вот. Сам я из... Сам я из... Так-то я из Монако. Я принц. Мороженое едет. Принц выдуманный страной Монако. Итак, первая статья на нашем сайте, ну, первая новость, которую мы сейчас обсудим. Во что можно приграть бесплатно в выходные 16 по 20 ноября? Вот. Можно приграть бесплатно во все, если вы пират. Во все, если у вас очень много денег и за них украли. Играйте на ПК. Со своей пипиркой может быть бесплатно. Просто, знаешь, сейчас в чате по-любому появится этот из серии. Я поклонник релиз группы Механиков, я играю во все бесплатно. Кстати, релиз группы Механики читает ДТФ. Они свою группу репостят новости из нашего баблика. Относительно. Вот. Поэтому, знаешь, они такие, типа, я не знаю, как это. Серые маги, мы делаем плохое, но тянемся к хорошему. То есть, вот как бы... Мы молодцы. Да, ладно. Извини, пожалуйста, что перебил, ради бога. Продолжим. Просто запомни, что Захар тоже перебивает. Да. В предыдущие выходные можно опробовать Rainbow Six Siege и Overwatch, а также получить доступ к онлайн-составляющей игры для PlayStation 4. Это все, что нам надо знать, по-моему, нет, да? 16-19 ноября пройдут бесплатные выходные в Rainbow Six Siege. Игра будет доступна для всех платформ и предоставит к полному списку режимов карты оперативнику Бла-бла-бла. До 20 ноября шутер будет продаваться со скидкой в 60%. Блин, знаешь, это вот Rainbow Six Siege такая игра, на которую я смотрю каждый раз и такой, блин, надо попробовать. Нет, там уже, там уже, там уже, там настолько это спецназовцы собрались, что мне кажется, там вообще нереально играть, если ты не в теме. Я вижу два пикселя твоего носа, тебе конец. Вот это вот, как в комиксе был. Также 17-е по 20 ноября всем пользователям станет доступна Overwatch! Простите, геймеры получат в распоряжение полный набор с 26-ти героями, 16-ти карт, время акции будет начисляться прогресс, который сохранится при покупке игры. Попробуйте Overwatch, нам очень, и там людям очень нужно свежее мясо. Кроме того, да как будто вам этого мало было. Пикни, Ханза! Пикни, Ханза! Ханза за майя. Вот почему он такой мудак. Он не мудак, у них был очень, Ханза? Была очень трогательная короткометражка, где он со своим братом, брат за брата! Ханза, два дракона! Это токсик пик. Токсик пик. Кроме того, это вот факт. Токсик пик! И вот давай, кто на них вообще играет? Это все! Токсик пик! Кроме того, с 15 ноября владельцы системы PlayStation получили бесплатный доступ к PlayStation Plus. До 20 ноября владельцы консоли, которые не приобретали подписку, могут играть в многопользовательские режимы. У меня эта новость вызывает один важный вопрос. Ну-ка. Почему выходные с 16 по 20 ноября, и почему я не в курсе этой истории? Почему я не отдыхаю в эти дни? Важный вопрос. Пойдем домой, Захар? Да, сегодня выходной, что мы корячимся? Да, типа и завтра, и... Я не знал. Паша, вот ты... Это была проверочка! Выключай эфир! Это была проверочка артовазда, кто читает новости перед эфиром. Знаешь, если прочел, узнал, что выходной не пришел вести эфир. Все, нормально. Сидишь, дома отдыхаешь. Не прочел, сам лошар. Молодец, да. Все. Вот, поэтому вот такие вот новости, ребята, так что если вы хотите поиграть бесплатно во что-то, по железу-то... Если у вас выходные 16 по 20 ноября, вперед, у вас типа Overwatch, Rainbow Six. Оп, Switch. Ладно. Switch нельзя играть в выходные. Да, мы сказали Rainbow Six и призвали Ивана. Rainbow Six закрывают, сказали вообще. Завтра. Иван, пожалуйста, сделай мне картинку. Пожалуйста, Иван. Спасибо большое. Вот, и... Иван! Помните старые мемы про Ивана? Я их обожал вообще. Про двух попов. Про Димона лучше. Обновленная система матчмейкингов Counter-Strike GO, которая не будет бесплатной на этих выходных, следит за поведением пользователей в других играх стиля. За поведением пользователей и в других. В том числе и за репортами и за использование читов. Вот такая система будет... Смотри, играешь... А не читырок или ты? Играешь в Team Fortress 2 и такое выскакивает сообщение от Габена Слышь, КС, типа. Че, пацаны, КС? Team Fortress 2 тоже их, тоже их, рождение. Не работает. Но им уже там не нужно, там же нету... Там есть шапки. Ну, шапки... Шапки! Шапки не так нужно. Шапки, Захар! Вот. Компания Valve заявила, что новая система подбора игроков Counter-Strike GO принимает во внимание действия пользователей не только в самом шутере, но и других доступных в Steam тайтлах. Если вы вели себя как мудак в игре... Не знаю... В симуляторе... Если бы Firewall черепашку не погладили, то вы идёте нахрен. Если лифчик понюхали, да, то идёте нахрен. Для этого всем... Не знаю, но можно было подобрать. И, по-моему, был комментарий о том, что он ещё тёплый. Для этого всем игрокам CS GO присваивается определённое скрытое значение, так называемый фактор доверия. Мы всё ближе и ближе поближаемся к чёрному зелу, друзья. Оценка рассчитывается на основе активности пользователя в шутере. Например, поступали ли на него... Знаешь, такой вот габен, он просто увидел такой группу риска вот в Overwatch. Он такой, так, надо самим сделать, короче, какую-то такую ООН внутри нашей CS. Фактор доверия. Всё, я придумал. Я придумал такую же хероту, теперь нам есть чем ответить просто. Гражданин, ваш фактор доверия приблизился к критическому минимуму. Вы написали донос, да. Просим вас обратиться в Министерство счастья для мгновенного расстрела вашего Steam-аккаунта. Реально, все, кто покупает эти скины для CS, я бы просто это фактор доверия, не знаю. Если можно как-то репортить, я бы снижал его как только можно. Я полагаю, что те, кто покупает скины, у них, наоборот, растёт фактор доверия. Это понятно. Фактор бабла надо ещё вводить тогда уж. Фактор баблевия. Оценка рассчитывается на основе активности пользователей в шутере, поступали ли на него жалобы за использование читов, а также на основе действий других игр Steam. Система принимает во внимание прошлые поступки и постоянно обновляет данные, что позволяет точнее подбирать для игроков, союзников и оппонентов. Я надеюсь, скоро будут эти индульгенции в Steam. Скоро можно будет сесть в кабинку с решётчатой стенкой и сказать «Святой Габен, я согрешил» и услышать из-за решётки «Признайся в своих грехах» и он устанавливает фактор доверия после твоей исковедения. Я хочу исповедовать. Если ты будешь приходить «Святой Габен, я хочу исповедовать и услышать из-за решётки». Скорее храп. По словам представителей Valve, они намерены не поясняют, о каких именно действиях идёт речь, от чего конкретно зависят оценки, от ваших оценок в школе в том числе, кстати. Это было сделано, да, реально, электронный дневник, знаешь? Я когда-то читал про идею, Андрей Пешебякин когда-то описывал идею, там, концепцию, допустим, ММО, прикрученную к электронному дневнику, то есть, допустим, ты получал пятёрки в течение недели и на выходные у тебя там плюс 50 опыта по всему или плюс 100. Родительский контроль, залинкованный с онлайн-дневником, если у тебя были хорошие оценки, твоя норма в день повышается. И, возможно, тебе даже дадут поиграть в БТА. И, возможно, даже купят лутбокс. Тебе, 12-летнему, да. И какое-нибудь маленькое поощрение. Я так и буду делать. Фу, кепка, я геймер. Вот это вот в игре. А потом подходит фломастером такой, мер такой, щук. Компания также заявила, что, так точнее, скорее. Иди, иди. Целый папа. Также компания заявила, что любые точные списки действий быстро стали бы неактуальными, так как разработчики постоянно работают над улучшениями. И это было сделано для того, чтобы пользователям не приходилось волноваться о каких-то определенных вещах. Волновались бы обо всем. Не волнуйтесь, пользователи. Кроме вашего кредита и рейтинга доверия. Вот об этом вам все еще стоит волноваться. Фактор станет альтернативной системой подбора. В данный момент действует так называемый Prime Matchmaking, который обязывает игроков привязывать свои мобильные телефоны к единственному аккаунту. В ближайшее время система привязки останется основной. В целом, по словам Valve, чтобы улучшить свою оценку, достаточно быть позитивным участником сообщества CSGO и Steam. Эй, это тут все такое классное. начинает играть наша любимая песня Бритни Спирс «Токсик», которую мы вспоминаем в контексте всего этого. Токсик. Да, если вы не токсичный, то с вами все будет хорошо. Вот. Бывшие руководители Twitch и YouTube и Wisterl работают над игрой с элементами реалити. Wisterl Games. Wisterl и Высушил Games. Хорошенько Wisterl Games. Деятели индустрии, много лет работавшие в крупнейших компаниях, присоединились к студии Outpost Games. Мне интересно, бывшие руководители Twitch и YouTube, они вот, они... Зачем? Зачем вы это делаете? Знаешь, у меня было ощущение, как будто, знаешь, вот кто-то из Wisterl Games такой, слушай, ну это, ребята, со мной, типа, нормально. Выстрелы Games. Выстрелы себе в ногу Games. Давай называть их каждый раз по-разному. Выстрелы Games, выстрелы Games. Как скоро у нас закончатся вот эти? Уже закончились. Выбросил. Выборы Games. Выбросил Games, мне больше, что это нравится. Outpost, расположенный в Сан-Франциско, работает над... Mineral Games. Работает над кооперативной онлайн-игрой с элементами выживания SOS, а также стриминговой платформой Hero, которая позволит зрителям общаться с участниками матча напрямую. Еще одна стриминговая платформа, которую можно прям сразу в миксер высморкать. Высморкал Games. Ладно, пользователи много хороших. Выгнали Games, мне даже нравится. Нормально же, отлично, реально. Надо взять какую-нибудь компанию и шеймить ее целенаправленно. В общем, за то, что она закрытая, фанаты не будут нас за это стебать. Прям как труппина. Ну это как труппина. Выхухель Games, Вистебл Games, Минерал Games, это же отлично. Отлично. Очень-очень много вариантов. Нам бы хватило на год, но я сей реально. Минимум Games, вот это сейчас про них. Так вот, SOS. SOS. Так, SOS, а также стриминговая платформа. Это онлайн-игра называется SOS, а стриминговая платформа называется Hero. Герой! Ух ты! Я стримлю SOS на Hero. SOS на Hero. Ты знаешь, звучит как новый альбом группы Океан Эльзи. SOS не Hero, Тюби Нима, как-то так они поют. Ряды компании пополнили бывший сотрудник Twitch, YouTube, Electronic Arts. Компании выбросил Games, Machine Zone и Zynga. Zynga, ты помнишь такое? Была когда-то? Ты помнишь? Такой издатель был. Zynga, тебя не помнят, Паш, у Zynga все супер. У Zynga все супер. Расскажи мне это, да. Они просто работают в другой нише, у них же типа социальные и мобильные игры. У Zynga все великолепно, ребят, поверьте, она зарабатывает больше, чем Electronic Arts, наверняка. Сокращение пару лет назад по 2000 человек. Ой, ну да, два года назад сократили, там много людей. Ну так там 8 осталось, понимаешь, 4 сейчас пришли делать SOS. Ты очень недооцениваешь Zynga, правда. То есть бывшим разработчикам выкусил games, не хватает SOS в электроне карты, который у них происходил, да? Да. Хорошо, хорошо. Так разработку возглавил Яра Коури и Иэн Милэм. Коури 6 лет работала в закрытой в октябре, выкусил над играми под франшизой Dead Space и Battlefield. Также принимал участие в создании отмененного проекта «Возвездным воином». Милэм ветеран индустрии... Ветеран индустрии с 20-летним стажем, который работал... Ветерал индустрию. У! Арт-директором в таких компаниях, как LucasArts... Обливал из шланга и вытирал. Ей и Crystal Dynamics. Прости, что? Чувак работал в LucasArts с Ей и Crystal Dynamics. На своем... Вот это вот... Воздушном шаре мандаринового цвета. Он с тобой проводит это лето. Закрывает кучу студий этим летом. На своем новом месте работы он будет исполнять обязанности креативного директора и шоураннера. Что такое шоураннер? Это, ну, это как продюсер, который отвечает за, там, типа, старт-шоу, который запускает проект. Ты заходишь, заходишь в его кабинет, и там всегда играет песня «Show must go on» Фредди Меркель. «Show must runner». «Show runner must go on», «Go away». Милым, так, руководителем и партнерством стал Брук Ван Дуссен. Звучит, как немецкий диджей, знаешь, 6 лет проработавший в Твич. Почему диджей? Скорее голландский. Брук Ван Дуссен. Ну, Ван Дуссен, это что-то такое-то. А, 6 лет проработавший в Твич, а постфинансового директора занял Эд Лу. Звучит, как английский твит. Да хватит каждый раз уйти, как? За плечами, у которого 11 лет работы в игровой индустрии. Звучит, как много месяцев работы в игровой индустрии. 11 лет работы, это немало. В том числе, 5 лет. Вы столько не живете, сколько он работает. На той же должности в машинозоне. При лужке от компании Седателя Mobile Strike и Game of War вырос до 1000 человек. Какой он молодец. К работе платформером, так, там еще люди присоединились, но это правда очень важно. Или все-таки уже про игру. Там еще присоединился Альберт Ченк и Райан Уилсон. Но, к сожалению, тут нету никакой фигуры, которая была бы хорошо знакома нашим зрителям. К СОС. Хорошая фраза. Онлайн-игра рассчитана на 16 человек. Так, 16 копий продали, а 17 их приходит в магазин, а уже нет. И идут бухать с Клиффом просто. Участник оказывается на острове, где должны добыть некий артефакт и сбежать раньше других игроков. По желанию пользователей могут объединиться в команду. Неплохая идея, неплохая. В данном мире проходит Альфа Тестированный, который может записаться... Симулятор Клифф Томана 2К17 просто. 2К18 скорее. На который можно записаться на официальном сайте. В игру будет глубоко интегрирован сервис Hero. С его помощью зрители смогут влиять на геймплей не только реагировать на действия участников, мы и помогаем. Боже, однажды просто будет Твич-сервис, где ты будешь запускать игру, а люди будут за тебя играть. Уже был такой, Покемон. Покемон? Так проходили Покемон. Ужасло. Из серии Твич сам выбирал, какие действия делать дальше. Пока что это похоже на Пабг, если честно. Похоже на СОС. Но на Пабг на 16 человек, да? То есть все хотят делать больше, а вот тут разработчики немного, как бы сказать, тебе извернулись, да? Они сделали на меньше. Почему бы нет? Так, нам пришел хороший донат. Давай. Кто его зачитает? Паша. От бывшего сотрудника Аутист Геймс. Бл-бл-бл. В то время, бля-бля-бля. Давай, серьезней. Донат надо досить серьезней. ШКОРН-БЛ-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Спасибо, чувак, за 100 рублей. Я надеюсь, это код прошел по твоей клавиатуре, а ты сам сидел набирался. Я думаю, что с этим аргументом ты поспорить не можешь. Могу. Поэтому, ладно, ты уговорил, Паш Паваро больше не будет в ЕБМ. Вот, окей. Дай пытаемся прочесть первую букву. Возможно, там что-то. Шр...шр...шр...лиф...р...нет. К сожалению, ничего не... Что значит эти буквы, Мэйсон? Тебе не обидно, тебе не обидно. Ты мог за 100 рублей рассказать миру что угодно. У тебя в руках была полная власть. Захар, это пост-ирония и анти-хайп. Ты мог написать что-то важное. Захар, почему ты такой, Юра Дудь? Ты мог сделать добро, но все, что ты сделал, это написал рандомный набор букв, чтобы их прочли. Анти-хайп. 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 Разработ... Киркорова. Разработчики Far Cry 5 рассказали о воссоздании штата Монтана. О воссоздании Ханы Монтаны в игре. Спасибо разработчикам Far Cry 5. Что рассказали нам? Для того, чтобы... А то мы не знали. Закончим эту новость, они реально только об этом и говорят последние полгода. Для того, чтобы шутер был как можно ближе к реальности, в Юбисофт... Отказались от разработки. В Юбисофт использовали технологию фотограмметрии. По словам сотрудников студии, больше всего в Монтане их привлекла разнообразная природа штата. Например, пёсель, которую вы можете видеть в хедере этой статьи. Побывав там и увидев, какое множество видов растений и животных обитает на территории... Джонни, это грёбаный медведь, беги! Они научились прятаться на середине. Срочно вертолёт! Мы гейм-дизайнеры, у нас нет вертолёта! Побывав там и увидев, какое множество видов и растений обитает на территории, разработчики решили, что это идеальное место для игры Far Cry. В Юбисофт также говорят, что им удалось добиться, чтобы пятая часть стала самой красивой в серии. Для этого они... Вот почему нет разработчиков, которые сказали бы, мы добились того, что новая часть нашего прославленного сериала будет самой уродливой в серии. Она будет выглядеть даже хуже, чем тот кал, который вышел 15 лет назад и выглядел плохо. Такие бурные аплодисменты в зале просто. Даааа! Ура! Молодцы! Ты представляешь, как выглядела бы честная Е3? Здравствуйте, я разработчик, и эта игра не произведёт революцию. Не произведёт революцию, и, возможно, заработает... Возможно, себя окупит, возможно, нет, ну или заработает чуть побольше денег для нашего издателя. Сейчас вы увидите трейлер, который сознательно сделан чуть более красивым, чем будет игра на релизе. Об этом сообщают очень маленькие буквы в конце трейлера. Пожалуйста, наслаждайтесь. Кстати, надо сказать, что Юбисофт после вот этих всяких дивиженов и Watch Dogs'ов стала делать, как мне кажется, трейлеры хуже, чем в итоге получается игра. А потом выходит, извини меня, хвост ещё такой этого шоу и говорит, типа... Сука, я забыл. Вот так и говорит, вот так и говорит. Надеюсь, вы занесёте ваше бабло, я не знаю, забыл, забыл шутку. Забыл шутку, потому что извинился перед тобой. Ладно, использовали фотограмметрию и создание некоторых 3D реалистичных объектов на основе сделанных с разных точек обзора фото. Если вы не знали, технологию часто применяют в текстурировании, когда вместо того, чтобы рисовать текстуры, например, фотографируют какую-то поверхность и условно накладывают фотографию, немного причесывают, обстряпывают, обмазывают и получается как бы вот уже готовая текстура. Использовалась такая технология, например, потрясающе красивый The Vanishing of Ethan Carter и Star Wars Battlefront. Однажды Ричард... Там прям другие планеты фоткали, да? Да, прям летали, фоткали, прям поэтому такая, ну, поэтому разработка такая дорогая, поэтому нужны лодбоксы, чтобы окупить. Однажды Ричард, наш главный сотрудник по сбору материалов... Генетического... Мы нашли его! Мы нашли этого урода! По сбору материала в России! По сбору материала в России! Ричард из Юбисофта делает это говно! Вот ты, мразь, нашелся! Наш главный сотрудник по сбору материалов отсканировал березу... Что отсканировал? Березу! Березу! Русскую нашу березоньку! Да не охренел ли он? Все сошлось, он сканировал... А? Где он еще мог отсканировать березу, если не в России? Березы же нигде больше не растут. Не растут больше нигде березы, только у меня под окном. Наш главный сотрудник по сбору материалов Ричард однажды отсканировал березу, на которой мы нашли вырезанное сердечко с именами и инициалами. И мы сразу поняли... ВВП знаешь и сердечко. Это самая странная цитата, которую я читал. И мы сразу поняли, насколько это круто. Давайте повторение мать учения. Однажды Ричард, наш главный сотрудник по сбору материалов, отсканировал березу, на которой мы нашли реально... И там за компом сидит другой такой, смотри, сердечко. Возможно? Нет, извини, он сидит в офисе, у него стоит такой сканер на столе, и там лежит вот полено с березы, он такой накрывает ее крышкой, и ты так, вот в таком ключе, я думаю, сканировал. Возможно, обсканировал в кавычках, то есть, он просто прислонился по ссаде, такой, ой, смотри, 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 глянь, сердечко. Зачем люди носят на свидание ножми, кто-нибудь, может объяснить? Вот этот вопрос, который меня всегда, зачем? Там 50 на 50, а ты либо любовь, либо ты... Возможно, парень просто выбил его в Counter-Strike и решил похвастаться перед девушкой. Смотри, чем контрей выбил, пойдем на свидание. Они просто по грибы ходили. Садечка вырезать. Да, ходили по грибы, ходили по грибы, и я сканировал ли березы. Короче, однажды Ричард, наш главный сотрудник по сбору материалов, отсканировал березу. На которые... А чего так в Юбисофт березы сканируют? Я себе... А чего в Монтане все фотоизмеряют? Я себе в статус поставлю ВКонтакте, это предложение. Сканирую березы. Однажды Ричард, наш главный сотрудник по сбору материалов, отсканировал березу, на которой мы нашли вырезанное сердечко с именами и не целыми. И мы сразу поняли, насколько это круто. Каждый год мы с Ричардом ходим сканировать березы. Березы. Сканирование березы. Именно такого уровня детализации мы и хотим добиться в игровом окружении. Будем вносить небольшие изменения, чтобы привязать отдельные вещи к сюжету. Но с такими мелочами мы работаем впервые. Говорит Филипп Фурнье, продюсер игры Far Cry 5. Продюсер по березам. Главный менеджер по сканированию березок. Реально, правильно вспоминаю. А ты знаешь, что такое безумие такое? Сканировать березы, разработчики и ожидать разного результата, разных сердечек. Носит потому, что в отличие от Москвы, в лесу живут дикие звери. Ох, чувак, ты не был в Москве. Ты точно не был в Москве. В Москве только в лесу живут. Дикие звери. Простите, ребята, мне что-то вскрыло это береза, просто невероятно. Ну просто, знаешь, ты же русский, ты же русский, да? Ты когда про березы слышишь, у тебя слезы наворачиваются, это нормально. Ты задал вопрос, который я в жизни слышал от очень пьяных людей в метро обычно. Идут такие у нас все, что, опа-на. Это что, русские, да? Вот этот вот Ричард такой, отсканировал березу, идет такой, типа, ты что, русский? Ты русский? Биоматериалы твои собираешься. Биоматериалы гони. Вообще-то, конечно, бляд. А если поищу? Вообще, бляд. Ты видел картинку, где, типа, был Брэд Питт, нашел Зака Галифа и Анакиса. Где Зак такой, типа, знаешь, Брэд, очень странно, то, что ты... В который раз в фильме борешься с нацистами, он такой, почему? Такой, ну, просто выглядишь, как мечта Гитлера. Я вот думаю, знаешь, вот смотря на тебя, да, да, вот, это тот вопрос, который нам надо задавать. Мне вчера Олег Чемде сказал, что Гитлер считал, что чеченцы это арии. То есть, высшая раса. И поскольку они были... То есть, не на той стороне они были. Они ему были политически выгодны, то он считал, что сделал для них приятное... Я не знаю, исключение или нет, потому что I'm not so into Евгеника, нацизм и так далее. Но просто забавный факт, каждый день узнавать что-то новое. От сканирования берез до чеченцев за две минуты. Мы молодцы. Кроме того, в Ubisoft в игру добавили возможность рыбачить после того, как узнали о том, насколько этот вид досуга распространен в Монтане. Мне кажется, реально, Ubisoft, вам надо хорошенько проверять... Вот перед тем, как вы отправляете своих сотрудников в командировку, вам надо очень хорошо проверить, что они не тащат с собой наркотики. Потому что, мне кажется, что-то просачивается. Серьезно. Это сканирование берез, популярность рыбалки. Far Cry 6, они добавят, знаешь, смотрение на ковер многочасовое, потому что в городе Бутурлиновка под Воронежем это очень популярное занятие. Знаешь, у меня такое ощущение, что они составляли этот отчет о своей фотограмметрии, скажем так. И, знаешь, так читали его вместе, вроде нормально, вроде не видно, что там. Ну вот это вот, я не знаю, это популярная охота и рыбалка, вот это вот, вот это вот сканирование берез, это выдает то, что досуг выходил за грани работы над игрой. Еще у жителей штата Монтана очень странные руки. Нет, реально, посмотрите, чувак, они же странные. Чувак, это очень тупое. А еще у них хлечатые рубашки тоже стоит такой, сканирует реднека, знаешь, такой, секундочку, сейчас. И нам не хотелось, чтобы это была всего лишь простенькая мини-игра. А что если, когда, это, между прочим, по версии президента нашей страны, поэтому сейчас ничего такого крамольного сказано не будет. А ваша страна это какая? Давайте уточним. А что если, ну, я думаю, наша страна это Россия пока что. А что если люди, которые собирают биоматериал у жителей России, они подходят к тебе и говорят, мы разработчики из французской студии Ubisoft и делаем новую игру в серии Far Cry про Россию. Из французской студии Ubisoft. Да, вы нам очень понравились, нам надо сделать ваш скан, чтобы вы попали в игру. Для этого, пожалуйста, возьмите эту баночку, идите в туалет. И ешьте это, ешьте, ха-ха-ха, вот вы купили новый Ассасин. Да, молодцы. Сотрудники студии уверены, что им удалось передать двух местодействия Far Cry 5. По словам одного из разработчиков, в студии Ubisoft Торонто работает художник из Монтаны, который подтвердил, что в создании штата они попали точно в цель. Еще бы, опять ломающие новости, пчелы не против меда. Сотрудник Ubisoft не одобряет то, что делает его компания. Удивительно, удивительно. Far Cry 5 выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 27 февраля 2018 года. Я прям очень жду. Да. Я прям, ух, я одну Far Cry. Activision принесла добавление микро-трансакции. Я теперь каждую березу. Я буду искать это гребанное сердечко с инициалами. Каждую березу, я посмотрю. И на каждую оно будет. Потому что Ubisoft возьмем просто одну березу. Одну текстуру просто и на каждое дерево, как бы, и все. Посмотрим. Технология Мега-Берез. Activision перенесла добавление микро-трансакции в Call of Duty 2. Разработчикам пришлось задержать или с обновлением из-за возникших технических проблем. Из-за Battlefront его, небось. Геннадийство Activision объявило, что выход апдейта, добавляющего в Call of Duty, очки Call of Duty Point задерживаются до 21 ноября. Перенос связан с возникшими техническими проблемами шутера, которые разработчики хотят исправить в первую очередь. Когда люди в лобби появятся, наконец? Я не знаю, я уж как-то так привык, что там никого нет, что мне это даже так нормально. Ранние игроки сообщили, что не встречают в онлайн-лобби других участников. Из обнаруженных технических неполадок. Авторам пришлось временно перейти с выделенных серверов на P2P соединение. Очки Call of Duty Points можно зарабатывать как в процессе игры, так и покупать за реальные деньги. Внутри игровую валюту, в свою очередь, тратят на разные улучшения, в том числе на лутбоксы. Лутбоксы, лутбоксы. Система контейнеров оформлена в виде десантирования. Лутбокс, статап, падает в лобби с неба. Потрясающе. Ну, короче, пока что микро-транзакций нет. Понимаете, как ты вслух читаешь новости, как будто ты их читаешь про себя. Оба-оба-оба-оба, понятно, еще нового. Я хочу передать экспириенс, полноценный экспириенс от чтения новостей. Лутбоксы падают с неба. Прикинь, в новом Тайтан-фолле, когда ты вызываешь титана, с неба падает не титан. С неба падает огромный лутбокс, из которого, может быть, выпадет титан. А может быть, орк? А может быть, нет. А может быть, просто... А может, тебе люлей прилетит оттуда? Да, я не знаю, что оттуда может вылететь. Смертная. Мне страшно представить, что оттуда. Птица вот эта огромная, птеродактиль обоззаный. Ядовитый газ оттуда просто. Там, на самом деле, на некоторых планах есть обоззанные птеродактиль, которые могут тебя пожрать. Вот такой вот птеродактиль. Ну, в Тайтан-фолле. В Тайтан-фолле, конечно, да. Это знамитые, это лучшие фичи игры. И, короче... В общем, тема такая. Если вы хотите занести еще бабок в колду, то подождите. Активижн не торопится с добавлением микро... Что происходит? Активижн! Вы чё? Часики-то тихо. Лутбоксики-то утекают. Вообще, надо сказать, что сейчас, по-моему, колда продалась с тиражом. Если я не ошибаюсь, где-то продаж там было за первые три дня на полярда. Дал бог онлайн-шутерочек даст и лутбоксик. То есть, как бы, тут все надо рубить. Она продается лучше, чем прошлая часть. Вот что я могу тебе сказать. Это точно. Это точно. Но насколько лучше, это непонятно. Ну вот я видел в надежном источнике блоге WillsoCom.com, WillsoCom, что он писал про то, что за три дня 500 тысяч копий. Ну это отлично. Это отлично, это прекрасно. Первый блокопс за день так продался. Но не ва... Ну хорошо, ну хорошо, хорошо. Первый блокопс за день это... 500 тысяч копий. 500 миллионов долларов. 500 миллионов долларов. Ну да. Мультиплеер, правда, того стоит. Мультиплеер, правда, того стоит. Первый блокопс за день звучит, как будущее дальнее. Как компания. Когда компания Activision выпускает, сколько разогнавать, что выпускает несколько Call of Duty в день. И поэтому вот первый блокопс за день. Вечером еще будет Infinite Warfare. Завтра поиграете в Advanced. И как бы у тебя есть несколько часов на освоение контента. После чего ты сразу тратишь 100 баксов на следующую игру. Так, ну что, Захар, прошел вот и утро не это, только нечто. Проспал вечером. Да, и блин, я колду проспал. Черт. А ее удаляют. Да, не успел, твои проблемы, как бы. Это очень лимитированное предложение. Такие пироги с рыжими котятами, как говорила моя мама. Ну и сейчас, наверное, говорит, просто не так часто ее слышу. Просто они уже не такие вкусные. Позвоните маме, да, и котята уже не те. Соответственно, не отходя далеко от всяких токенов, микроплатежей, лутбоксов и прочего. Да мы никуда от этого не отойдем, Захар, ты понимаешь? Мы как сотрудники высот, которые березов сканируют, вот около этих лутбоксов, и мы отойти не можем. Ты отходишь, а с неба лутбокс падает прямо перед тобой. Ты никуда не денешься. Ты тут навеки. Blizzard высмеял я за микроплатежи Battlefront 2. Следующая новость. Кто еще не высмеял? Топ-5. Кто не высмеял я за микроплатежи в Battlefront 2? Слушай, из коллег никто не высмеял я. Это пока что. Пока не показали прецедент. И тут он появляется. Да. В день перехода StarCraft 2 на условно-бесплатную модель разработчики вспомнили о достоинствах, которые дает такой способ распространения. Я хотел сказать условно-бесплатную модель разработки. Когда ты разрабатываешь бесплатно, но получаешь деньги, если игра будет успешной. Это как инди. Если ты инди, ты условно-бесплатный разработчик. Да. С момента выхода Star Wars Battlefront 2 в AXS в Origin Access 8 ноября игра подверглась критике со стороны сообщества и прессы за агрессивную систему микроплатежей. Серьезно? Я чуть не в курсе был. Если для вас это еще новость. Я чуть не в курсе. 14 ноября в официальном твиттере стратегии StarCraft 2, которая перешла на условно-бесплатную модель распространения, появилась серия постов, в которых авторы приводят преимущество перехода игры на фритоплей модель. Возможно, таким образом Blizzard хотела подшутить над Electronic Arts, мультиплейный шутер, который раскритиковали за навязывание гринда. Собственно, пишет. Количество часов, чтобы заработать полноценную кампанию StarCraft 2, Wings of Liberty, ноль. Количество часов до того, как вы можете играть любым командиром в кооперативном режиме StarCraft 2, ноль. Количество механик плати, чтобы выиграть StarCraft 2, ноль. Игра доступна бесплатно прямо сейчас. Тебе не кажется, что с стороны Blizzard это как-то некрасиво? А как игроки будут испытывать в таком случае гордость, если у них нет лутбоксов, открывая их? Они будут испытывать гордость за возможные какие-то достижения в реальной жизни? Нет, нет, за что-то как-то на ней. За вот эту вот медаль по единоборствам? По сканированию березок. Медаль по сканированию березок. Я считаю, что, конечно же, Blizzard надо поругать, потому что, ну, о чем думали? Игроку надо испытывать гордость. Гордость, как мы знаем по завелениям Electronic Arts, гордость игрок испытывает, открывая лутбоксы и выбивая оттуда что-то эпическое. А тут нет, по-моему. Выбивая оттуда. Не смешно, не смешно. Очень грустно, очень грустно. В ролике из последнего твита геймер просит отца дать ему денег на покупку внутриигровых улучшений. А потом резкая смена кадра и оказывается в детдоме. Родители высказываются против такого подхода и вспоминают, что, в свою очередь, его отец умер не для того, чтобы внук платил деньги, чтобы в чем-то преуспеть. Я представляю эту картину. Скажи своему сыну, что я умер не для того, чтобы он платил деньги, чтобы что-то преуспеть. Просто у меня остановило сердце. Вот это. Нет причины. Я просто очень старый. Такой, боже мой, они же всего лишь дети. Судя по всему, ролик сняли еще до реакции сообщества на встроенные покупки в Battlefront 2 и посвятили проблеме микротранзакций в целом. Чуваки. Близзард договорилась с Electronic Arts, чтобы та бросила Battlefront 2 под паровоз просто фритоплейного Старкрафта, потому что в будущем они станут одной компанией. Вот так вот. Я вижу вот такую связь. Это была просто... Star Wars Battlefront 2 просто рекламная компания бесплатного Старкрафта. Вот так вот. Близзард могла так сделать, да? Мы вас раскусили, уроды. Выходите, снимайте маски. Как в Скуби-Ду. Давайте посмотрим, кто был за этой маской все это время. О, Близзард, да. Котик. Мяу. Вскоре после... Как он может руководить компанию, у него же лапки. После критики EA в четыре раза снизил стоимость персонажа для мультиплеера, тем не менее, редактор журнала Game Informer нашел в Battlefront 2 еще одну механику, характерную для условно-мобильно-бесплатных приложений. Для условно-бесплатных мобильных приложений. В определенный момент в аркадном режиме включается таймер, который не позволяет зарабатывать кредиты в течение определенного времени. Плюс, в игре нашли карточку, которая увеличивает точность твоей стрельбы. То есть, есть... Помимо увеличения ХП, уменьшения входящего по тебе урона, увеличения урона... О, иди в жопу, Battlefront 2, в жопу, пожалуйста, иди. Но, тем не менее, Антон Логвинов сниверситет обликовал фотографию, где он говорит, типа, вот, я играю с нуля, я на втором месте, вы все вайнеры, и больше... Ну, что там останется навсегда? Слушайте, больше... Потому что их... Потому что их там двое, понимаешь? Вот как бы... Мнение, мнение... Антон и Сологвинов. Просто, понимаешь, Антон занял все места с второго по девятнадцатый, просто, понимаешь? Ну, то есть, тем не менее, кто-то играет, видите, и... Кто-то, да. Не испытывает сложности. Я вчера показывал, как люди играют в это. Нет, подожди, ну, то есть, одно дело, когда-то аргументировано, да, а другое дело, аргумент, посмотрите, я с нуля занял второе место, а вы все популисты и ублюдки, ну, как бы, это не аргумент, это детский сад. Не, ну, как, это, ну, а-ля... Это детский сад. Окей, ты занял второе место, потому что, я не знаю, ты... Потому что все твои противники нубы, и они еще не выбили суперулушения. Это аргумент из перехода на личность, а не аргумент игровой, ну, типа, камон. Да, ну, то есть... Ну, тем не менее, с нуля, как бы, без карточек сыграл на второе место, ну... Потрясающе... Ох, хорошая, хорошая игра. Ну, такой факт есть, ну, есть такой факт. Да, ну, такой факт может быть. Ну, это, как бы, играть интересно, не интересно, это уже другой вопрос, просто, ну, как бы, я решил поделиться с вами информацией, как ее воспринимать, каждый решит сам. Вот. Давай, сканируй, сканируй мое лицо. Как будто оно береза. Вместо текстур берез Far Cry будут мои лица натянуты на стволы, если вы понимаете, о чем я. Полноценный релиз Star Wars Battlefront... Ну, как полноценный? Натянутый. Неполноценный релиз Star Wars Battlefront 2 состоится... Молот натягивает... 17-го ноября. То есть... То распомнил. То есть завтра. Завтра состоится релиз Battlefront. Мы уже настолько обсосали эту игру, что кажется абсолютно диким, что она еще не вышла, но тем не менее она еще... Кажется абсолютно диким, что... Она еще реально не вышла. И, соответственно... Соответственно. Соответственно, простите, пожалуйста, отвлекся на быстрый рабочий вопрос. Соответственно, мы еще ждем. Мы еще ждем Battlefront 2, она выходит только завтра. Простите, ради бога. Вот. И... Что тут сказать по поводу... Так, Русник, Русник, если вам интересно, что мы думаем про лутбоксы, мы это обсуждаем. Просто пересмотрите EBM за последние два месяца. Blizzard, собственно, посмеялась, но бельгийская, по-моему, антимонопольная служба или какая-то другая структура, она тоже попросила суд расследовать лутбоксы в... Battlefront 2 и не признать ли их гэмблинг. И Overwatch, и не признать ли их гэмблингом. Да, то есть эта тема продолжается. Overwatch уже, Blizzard уже выкрутилась с этим дерьмом в Корее. Ну, в Китае выкрутилась, но в Китае очень... В Корее была Корея, Южная. И Китай, по-моему, всё же тоже. Ну, не знаю, могу ошибаться, не суть. Важно то, что дымок идёт, уже новые структуры начинают интересоваться этими лутбоксами, и как бы посмеялись, и хватит. То есть это очень специфичное, это другое законодательство, это другое менталитет, другая страна. Здесь, на самом деле, не знаю, есть кое-что вопросы. Всё-таки... Ну, говорят в Китае. Всё-таки, да? Может быть, я футую, окей. Что... Неважно, там везде живут азиаты. Всё-таки... А, ну да, точно, в Тайване, да. Это всё равно Азиат. В Малайзии. Нет, на самом деле... То есть, хочешь сказать, по этой логике у меня на восьмом этаже Азия, да? Нет, в этой логике всё равно это азиатский менталитет, который выстраивает законодательство, и там всё будет по-другому, в отличие от европейского. Ну, то есть, я думаю, что разница есть даже между лутбоксами в CSGO и в Battlefront. Всё-таки одно дело, когда ты можешь выиграть для себя материальные балаганы, которые ты можешь продолжить играть. В таком случае, я думаю, это стоит признавать. То есть, ты можешь выбить супернож, продать его за кучу бабок, и эти бабки вложить обратно в лутбоксы, ты гонишь за выгодой именно финансовой. А другое дело, что всё-таки в Battlefront ты не выбьешь что-то, на что ты сможешь продолжить покупать свой бобоксы. Смотри, тем не менее, я думаю, юристы и органы, и структуры, которые просят разобраться в этой проблеме, я думаю, они всё же, ну, там в штате шарящие юристы, я думаю, они как бы, они понимают, что есть какой-то прецедент. То есть, мы с любительской точки зрения, у нас нет юридического образования. Я думаю, что там они разберутся лучше, чем наш Роскомнадзор, который говорит, что Wi-Fi должен работать только на одну квартиру. Если на многие, это уже супермощное устройство, да, поэтому я думаю, там будет... Не второе, а шестое место у Логвинова, говорят по очкам, осталось более чем в два раза. Две фотографии в посте в Инстаграме, свайпни вправо, если не свайпается, обнови Инстаграм. Там уже можно заливать больше, чем в одну фотографию. Всё, давайте заканчивать, это в целом нам больше нечего обсудить. Закончим сегодня вот на такой вот нотке. Спасибо большое, что смотрели нас этим утром. С вами были Павел Пивоваров, Захар Бочаров и Павел Болоцкий. А вы были с нами. Я боюсь ещё больше минералов, да, 16 ноября. Сегодня Паша постримит для вас что-то, нет? Да. Horizon Zero Dawn, The Frozen Lands. Дополнение The Frozen Lands. Класс. Сегодня будет стримить Паша. Я тоже. Да, и... Слышь, работайте. Мне нужен твой компьютер для того, чтобы работать. Слышь, работайте такой, Паша. Вот, вам спасибо большое за внимание, подписывайтесь, приходите на будущие трансляции, мы с вами ещё обязательно увидимся. Спасибо, счастливо, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok